Филиппины Герой нашей сегодняшней программы не просто мастер, это человек-легенда филиппинских боевых искусств. Да что там филиппинский? Это легенда всех мировых боевых искусств. Гран Тухон Лео Гае в гостях у нашей сегодняшней программы. Смотрите и не говорите, что вы не видели. Добро пожаловать в галерею славы. И родился в 1940 году, незадолго до войны. И уже в возрасте 6 лет приступил к упорным тренировкам под наблюдением деда. Обычно каждое утро, 5 часов утра, меня ставили на стол, и я должен был отрабатывать технику передвижения. За каждую ошибку дед бил меня палкой по ногам. Все обучение у нас строилось на идее совершенства. Любое движение должно было выполняться только безупречно. Я был обязан следовать инструкциям и выполнять упражнения, не обсуждая и не рассуждая, что в общем-то разумно, ведь в самих движениях уже содержалось совершенство, которым нужно было просто овладеть. Так продолжалось до тех пор, пока я не начал хоть что-нибудь понимать в том, чему меня обучают. Во время спарринга в полный контакт, а мне тогда было всего 17, не использовалось никаких протекторов, а дед наносил удары во всю силу, да так, что зачастую сбивал меня с ног. Наиболее изнурительные тренировки проходили ночью, при полной луне. Как таковых дневных тренировок не было, обучение проходило исключительно в сумерках. Прежде всего, это делалось для того, чтобы сохранить в тайне наше семейное искусство. Но кроме этого, ночные тренировки вырабатывают очень важные качества. Как объяснял дед, если ты научился видеть в темноте, то днем тем более сможешь легко разглядеть противника. Он учил, что поднанный враг – это тот, кого ты не видишь и о ком не подозреваешь. Тренировки были такими жесткими и изнурительными, потому что система боя Пикетти Терсия основана на применении холодного оружия. Каждое движение клинка должно быть четким и осознанным. Как я уже указывал, в основу Пикетти Терсия лежит идея совершенства. Любая ошибка, допущенная на начальном этапе тренировок, чревата смертельной ошибкой в реальном бою. Благодаря изнурительным тренировкам я стал ответственным человеком, способным постоять за себя. В любой ситуации, во время дружеской встречи, подобной нашей или в боевой обстановке, ничто не сможет меня сбить с толку. Я всегда сумею принять вызов, дать на него достойный ответ и полностью контролировать свои действия. Уже будучи зрелым мастером, в 1972 году Гран-Тухон Лео Гае переезжает в Нью-Йорк, откуда впервые начинают обучение филиппинскому искусству калиб на восточном побережье США. Тренерская деятельность быстро приносит популярность мастеру. И уже в 1977 году Пикиди Терсея открывает свою школу при консульте Филиппин в Нью-Йорке. В том же году, в связи с успехом тренировочной программы для правоохранительных подразделений, проведенной с департаментом полиции Нью-Йорка, Гран-Тухон появляется на обложке журнала «Афишал карате». Гвоздем данного номера стала статья о Пикиди Терсея, а заглавленная – «Новый боец с преступностью». И уже в следующем году деятельность мастера получает признание и на правительственном уровне. Правительство Филиппин признает Гран-Тухону Гае официальным представителем и мастером филиппинских боевых искусств. Мой дед всегда повторял, что наша система разработана исключительно для защиты семьи и наших земель. Никогда не предполагалось, что я буду учить ей других. И пока я жил на Филиппинах, я не преподавал Пикиди Терсея. Обучать других я начал уже после того, как я переехал на постоянное жительство в США. Оказавшись среди западноевропейцев и американцев, я столкнулся с вопиющим непониманием сути боевого искусства. Традиция боевого искусства на Филиппинах никогда не прерывалась. Мы из поколения в поколение передавали знания о том, что такое подлинное искусство глинка, и что требуется, чтобы выжить и победить в реальном бою. В нем нет поражающих ударов руками и ногами. В бою убивают ножом или клинком. Подлинное боевое искусство подменили спортом, техники которого не работают в реальном бою. И это стало главной причиной, почему я решился обучать Пикиди Терсея. У нас в Пикиди Терсея и Кале существует система рангов, но нет конкретных сроков перехода с уровня на уровень. Это не дни, недели, месяцы или годы. Вы должны обладать всеми необходимыми знаниями и соответствовать всем требованиям, прежде чем вас признают гуру. У нас нет книги, в которой записаны все правила, в изубрии которые можно считать, что вы изучили наше искусство. Пикиди Терсея и Кале передается ученику только через учителя и никак иначе. Вы усваиваете знания, пропуская через ум и сердце, а не листая учебник. За все годы, что я преподаю искусство Пикиди Терсея, я назвал гуру только трех-четырех человек. Я не торгую сертификатами и не раздаю званий. Я признаю достойным быть гуру только того, кто прошел все испытания и соответствует всем требованиям традиций нашего искусства. Важны не только знания, но и образ мыслей и жизненной установки того, кто станет учителем. Главное в подготовке гуру привить понимание того, чему он учится и чему будет учить другим. Учитель должен быть в состоянии продемонстрировать то, чему он обучает. Если учитель видит вот такой меч, как сейчас у меня в руке, и учит вас, как его блокировать и выбивать голыми руками, это плохой учитель, а учение его ложно. В 1979 году при поддержке Филиппинской национальной ассоциации армий в Кали проводятся первые соревнования по армий. Чемпионом становится гуру Том Бисо, подтвердивший превосходство Пикиди Терсея над другими стилями. С этого момента начинается десятилетний период побед представителей Пикиди Терсея на проходящих в США соревнованиях по боям на палках в полный контакт. В соревнованиях участвуют старшие инструкторы и ученики под руководством Тома Бисо и Эрика Кнауса. Победы учеников Лео Гае способствовали проведению первых соревнований Пикиди Терсея на публике в 1980 году. С 1981 по 1984 года Гранд Тухон Гае совершает ряд турне по Центральной и Южной Америке, а также странам Европы и Азии с целью пропаганды национальной культуры Филиппин и искусства Кали. Подненное филиппинское боевое искусство – это искусство боя на клинковом оружии. Для искусства клинка не существует границ и национальных различий. Вы можете быть филиппинцем, русским, немцем, англичанином, но если вы разделяете философию, лежащую в основе этого искусства, вы верите в силу дисциплины, верите в жизнь, а не в смерть, вы воин. Вы – человек клинка. Ведь клинок – это не орудие смерти, это то, что спасает и защищает жизнь. Клинок – это сама жизнь. Если мы оба вооружены, мы никогда не нападем друг на друга. Мы постараемся дружить. Если все вокруг вооружены и способны постоять за себя, то неизбежно вместо бессмысленной вражды устанавливается взаимоуважение. Взаимоуважение – вот единственная сила, способная побороть преступность, поразившую современное общество. Одним из важнейших этапов жизни Лео Гае стала созданная в 1981 году система самообороны для правоохранительных подразделений. Основными ее компонентами являются техники самообороны полицейской дубинкой и клинком. Она произвела революцию в методиках тренировки правоохранительных подразделений и была принята на вооружение в полиции США. Гран-Тухон Гае был назначен главным инструктором Ассоциации подготовки для службы в правоохранительной системе и Ассоциации техник самообороны полиции США. Все это было бы невозможно без суровых тренировок мастера в процессе его становления и всей боевой истории в Пеките Терсея.